Добрый день, с вами канал Стань Студентом. Сегодня обсудим правила приема 2023 года. А точнее, 4 основных новшества, которые появятся в правилах приема любого университета Российской Федерации. В рамках этой темы обсудим 4 основных вопроса. Первое. Количество направлений подготовки, которые можно указывать в заявлении. Второе. Согласие на зачисление. Останется или уйдет. Третье. Появляются новые квоты. Какие, расскажем позже. Четвертое. Обновляются сроки приема документов и даты зачисления. Поехали! Первый вопрос. Количество направлений подготовки. Вы можете выбирать при поступлении в 2023 году 5 высших учебных заведений. Но в каждом учебном заведении вы можете выбрать не более чем 5 направлений подготовки. Все прошлые годы вузы сами могли регулировать количество направлений, которые могли указывать в ваших заявлениях. И оно могло быть от 2 до 10. Но в этом году у вас четко во всех учебных заведениях будет 5 направлений, на которые вы можете подавать документы. При этом отдельное заявление будет, если вы подаете документы на бюджетные места. И отдельное заявление будет, если вы подаете документы на платные места. И вот всего в сумме у вас должно быть выбрано не более 5 направлений. Причем неважно, если вы выбрали очную форму, допустим, по экономике, очно-заочную и заочную по бюджету. Это считается одно направление подготовки. И так вы можете выбирать разные условия, разные основания, но в сумме количество направлений, которые вы выбрали для поступления в конкретном высшем учебном заведении, должно быть не более чем 5. Второй вопрос. Согласие на зачисление. Все прошлые годы для того, чтобы вы могли стать студентом при условии, что вы отдали свой оригинал документа образования в приемную комиссию, нужно было написать одно важное заявление. Оно называлось согласие о зачислении. Если вы такое заявление не писали, то вуз вас зачислить не мог. Даже если вы проходили по конкурсу, были вверху, и вас точно вам хотелось, и вас нужно было зачислять, но вузы не зачисляли. То есть это заявление имело важную роль. В 2023 году при поступлении на бюджетное место согласие о зачислении растворяется. Нет этого документа, но вместо него выходят так называемые приоритеты. То есть когда вы подаете документы на 5 направлений подготовки и указываете, какое для вас первое место, какое второе, третье, четвертое и пятое. Тем самым вы даете понять, в какой последовательности вы ожидаете, что вы будете зачислены. То есть если вы не пройдете туда, куда вы хотите на первое место, то вы ожидаете, что вы хотели бы куда-то во вторую очередь поступить, в третью. Третья особенность это обновляются квоты. Те, кто планирует поступать на специальные места, выделенные, как правило, к таким местам относятся квоты. Для тех, кто поступает по договорам на целевое обучение, сироты, инвалиды, те, кто участвовал в боевых действиях. Вот эти категории граждан имеют право поступать по особому праву, либо оформляют договор на целевое обучение. В прошлые годы не было понятий совмещенной квоты. Иногда так получалось в высших учебных заведениях, когда выделяется небольшое количество бюджетных мест. Допустим, оно одно. Из этого одного места нужно сделать и общий конкурс, и обязательно выделить какой-то процент мест для целевиков, либо для тех, кто поступает по особому праву. И вузы были в замешательстве, как из этого количества можно выделить сразу несколько квот. Так вот, в этом году придумали совмещенный квот. Это значит, что выделяется одно место, и это место может сразу использоваться для тех, кто поступает и по целевому договору, и по особому праву, такие как сироты, инвалиды. И, в принципе, здесь также могут на это же место предназначить те, кто поступает по спецквоте. Кстати, спецквота в этом году входит в правила приема. Это не какие-то дополнения, это уже основа. То есть, это основной документ, который входит именно в правилах. Прямо будет прописано, как формируется конкурс списки по спецквоте, как документы нужно подавать, какой документ нужно предоставить, чтобы подпредить эту спецквоту. И тоже там есть два уровня этой спецквоты. Но об этом расскажем в последующих наших роликах. Четвертый вопрос касается сроков подачи документов и зачисления. Все предыдущие годы обычно очную и очно-заочную форму, когда мы говорим о бюджетных местах, зачисляли. Прием документов шел где-то до 25 июля, и зачисление происходило в начале августа. Потом можно было, в принципе, успеть подать документы на заочную форму обучения. Как правило, это было уже после 10 августа. То теперь с этого года единые сроки для тех, кто планирует поступать на бюджетные места. То есть, если вы хотели бы, надеялись, что если вы не пройдете на очку, то хотя бы на заочку, то об этом нужно сразу подумать. Потому что также где-то до 25-го, до 27-го числа можно подавать документы. И далее зачисление будет происходить в два этапа. Об этом тоже расскажем в последующих роликах. Но на основном этапе зачисления будут зачислять всех. И очников, и очно-заочников, и заочников. Поэтому нужно об этом внимательно подумать. Особенно тем, кто рассчитывал на заочную форму обучения. Очень часто те, кто планирует учиться заочно, они приходят в ВУЗ в конце августа. В самые последние дни. Почему-то вот считают, что в сентябре еще можно поступить. А на самом деле очень многие высшие учебные заведения завершают прием на обучение даже на заочную форму, даже на платной основе буквально 20 августа. А если мы хотим поступить на бюджет на заочную форму, то документы нужно будет подавать еще в июле. К тому же, если вы рассчитываете сдавать внутренние вступительные испытания, то вообще вам нужно прийти чуть ли не в середине июня, чтобы успеть поступить на заочную форму обучения. Это очень важно. Друзья, это были 4 основных изменения новшеств, которые будут прописаны во всех правилах высших учебных заведениях Российской Федерации. Если вам было полезно данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, находите нас в других социальных сетях ВКонтакте, в Телеграм, где-то внизу вы видите ссылочки на эти каналы. Желаю вам успешного поступления. До скорых встреч!